друзья всем привет давненько не было видео роликов и вот сегодня выхожу к вам с интересной темой как новое обновление прошивки миюай да казалось бы хайпер с затмела миюай но все же на глобальном рынке прошивки под индексами и выходит и мы с вами о них поговорим я расскажу что поменялось что в принципе стоит ожидать а также как можно улучшить свою текущую миюай поэтому присаживайтесь поудобнее мы с вами начинаем последний видеоролик на канале был где-то с неделю назад и я немножечко со всей этой истории завтыкал и выпал потому что много работы но вот на новинку сяоми 13t выходит новое обновление миюай получается индекс европейский и нумерация 14 011 казалось бы что такое сейчас миюай ведь хайпер с уже есть как бы на с вами 14 можно попробовать да и в принципе как бы вся эта рекламная компания хайпер с затмила миюай но вот мы владельцы вот данного аппарата и что в принципе мы с вами тут можем получить ну и наверное как вы догадались что по списку изменениям абсолютно ничего меня компания сяоми в принципе расстраивает потому что она не пишет ничего такого толкового о своих обновлениях я был владельцем смартфонов реалами вот там реально расписывают очень подробно что меняется в прошивках как бы кому не нравилось там что что я владею айос и айфоном там тоже расписывается списки изменений и это также очень удобно компания сяоми свою же очередь этого не делает и ты лишь только догадывайся что же разработчики поменяли но забегая наперед хочу вам сказать что обновление вот это в миюай да и в частности все последующие обновления которые будут появляться на сяоми они будут лишь только фиксового характера и у вас сразу задается вопрос да как же так почему же компания с вами не хочет это делать а все банально просто зачем тратить ресурсы когда вот уже в 2024 году в первом квартале и ориентировочно где-то в концу января может быть чуть раньше будет глобальная презентация где покажут hyper os но на сегодня что вы можете сделать с данными его и да как только мы перейдем к этой всей истории я вам хочу рассказать что же там у нас по поводу синтетики да и вообще в принципе самой прошивки и также чтобы вы понимали по синтетическим тестом geekbench у нас особой разницы тайне и для наглядного теста я вам демонстрирую результаты предыдущих месяцев то есть от 1 октября и от 8 октября соответственно я могу лишь только сделать вывод что по одноядерному тесту чуть-чуть подтянули в плане оптимизации устройства я думаю что также это участь будет настигать многие аппараты сяоми которые вышли в этом году но как бы этого мало я понимаю но вот что еще можно поставить на наше с вами устройство во первых ну опять же как бы это не было уже на баянисто это новая шторка далее и можно спокойно поставить прикрутить она будет с полной локализации вы можете тут изменять то что вам необходимо ну и плюс еще рекомендую от себя по убирать вот эти ползунки которыми вы не пользуетесь к примеру на данном устройстве я не пользуюсь там точкой доступа допустим еще я не пользуюсь блокировкой я это все убираю для того чтобы несколько очистить эту самую шторку она работает адекватно никаких вылетов не наблюдаются и я ее могу рекомендовать установки и все сегодняшние приложения вы сможете найти в описании под этим видео следующая история которую также можно поставить это новое приложение безопасности но еще бы становится более актуальным 855 и также я вам сейчас это про демонстрирую вот пожалуйста 855 но и так далее вы также можете спросить а что же тут там супер такого нового интересного да друзья тут у нас будет только лишь оптимизация данного приложения чтобы не было каких-либо вылетов но и в частности как заверяется была исправлена проблема в game turbo но опять же у кого-то она не вылетает у кого-то вылетает то есть какой-то рандом от компании сяоми ну и плюсом напоминаю вам про всю эту историю которая добавилась у нас при переходе на hyper os это текущие режимы работы батареи вот они пожалуйста и работают очень прекрасно на глобальных прошивках и это вот данный режим который называется night time mode который отключает ночью все ненужные процессы и чтобы продлить автономность нашего устройства то есть знаете у меня складывается сейчас такое впечатление что пока ты сам не доведешь прошивку дома разработчики за нее не возьмутся следующая история которая хотел бы вам рассказать это будет также рабочий стол но по рабочему столу тут есть некоторые вопросики потому что нам этих hyper os она все работает прекрасно идеально на глобальных прошивках есть определенные моменты и бака что имеется ввиду как только вы устанавливаете системную оболочку именно так она сегодня называется из hyper os вы получаете с одной стороны плавность быстродействия дальше размытие в папках новую анимацию открытия папок но и получите вылеты данного приложения я об этом предупреждаю сразу потому что это многих задевает для многих это дискомфорт и новая версия на глобальной прошивке к сожалению также имеет данные проблемы еще когда вы выходите на рабочий стол у вас может рабочий стол и на перезапускаться но лишь же там обновление рабочего стола происходить тоже такая история замечается но вот по крайней мере вот эти новые анимации которые появляются в больших папках но они действительно очень прикольные ну и плюсом как я уже сказал добавляется энное размытие которое может добавить некой индивидуальности вашему аппарату конечно же еще можно затронуть приложения галерея редакторы но и так далее то есть все то что мы используем с вами каждый день новой погоды вы нет потому что с глобальной прошивкой она не будет совместима и это печально что же касается в целом обновлениями и на сегодняшний день то я могу вам сказать следующее не стоит ожидать чего-то сверх вау от них это будут лишь фиксы это могут быть лишь только какие-то заплатки которые должны просто выходить по времени хотя я думал что вот новое устройство сяоми 13t на него там обновы будут сыпаться на как из ведра но нет это устройство шло там по моему с 14 08 потом обновили до 14 010 и вы только 14 011 сейчас приходит то есть две прошивки с момента выхода данного устройства хотя раньше как бы засыпали новинки новыми обновлениями и это многим нравилось потому друзья если вам придет новое обновление миюай то его я вам рекомендую поставить ну и плюс дополнительно его несколько прокачать это новое обновление потому что не новость шторки пока что не будет не новой галереи не будет ну и тому подобно потому переходите по ссылкам из описания устанавливайте себе и прокачивайте свое устройство но если о чем-то забыл упомянуть или же у вас есть какие то вопросы смело пишите их комментарии там мы с вами и пообщаемся ну а на этом у меня на сегодня все спасибо за внимание и до новых встреч